Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Мигуфифа. Это новая серия Корея Деза Шарки 0.4 и FIFA 21. Мы продолжаем бороться с трудностями, продолжаем осваивать новую схему, так сказать, почувствовали уверенность в себе немножко от предыдущей серии, где мы попробовали новую схему, хоть мы там два матча и проиграли, но, тем не менее, мне кажется, если сейчас немножко разыграться, притереться к этой схеме, то игра у нас должна пойти, и мы должны остаться хотя бы в десятке сильнейших. Я на это очень сильно надеюсь. Так, я тут пролеснул немножко, полетал с комментариями вашими по последней серии. Я играю на клаве, составы у меня автоматически обновляются. Версия, наверное, самая последняя, потому что лицензия, поэтому она автоматически обновляется, когда нужно. Какую позицию загрыть надо, тут спрашивали? Честно, я пока не знаю. Тут надо много чего закрывать, и это просто сейчас в течение времени, я надеюсь, само всплывет, что нам надо улучшить. И по поводу сборной Англии, я уже даже... Ой, кстати, смотрите, Лоутара в Баварии, а Федя Смола в Шеффилде. Вот это интересно. Но тут у нас было предложение по сборной Англии, я только сейчас вспомнил. Вы сказали, что можно, в принципе, и потренировать сборную Англии, поэтому мы принимаем предложение. И помимо Шарьки, Джордж Хунталар становится главным тренером сборной Англии, которая, я так понимаю... А где наши матчи сборных? А, нет, нет матчей. Вот сейчас будет перерыв на матчи сборных. Это был недельный перерыв между 26 и 27 туром Бундеслиги, А после матча с Лейпцигом, я так понимаю, нас ждет сбор у... Извините за тавтологию сборных команд. Короче, сбор с англичанами, где мы уже там будем, я так понимаю, заканчивать отбор на Чемпионат мира 22-го года. Но для начала надо сыграть с Лейпцигом. Команды, которые идут третьими, это очень серьезный клуб. Но, насколько я помню, в первой части Чемпионата мы их спокойно делали 4-1, 3-1, что-то в таком духе, когда мы забили, мы вышли вперед. Там, по-моему, 2-1 был счет, что-то в таком духе. А Лейпциг потом начали догонять, и они пустили просто всех вперед. И на этом они прокололись, скажем так. Вот такой состав у Лейпцига, 5-3-2. Там, кстати, мы с тем же Лейпцигом играли в карьере за Милан на предсезонке, и там была схема 3-3, что-то там такое. Короче, здесь состав сильно изменился. Но нам надо зайти в руководство команды, потому что наш Сталиев Сане устал явно. Очень хотел бы выпустить вторую на Ригу, но он еще больше устал. Поэтому придется, наверное, Настасича выпустить. Ведь если же вдруг Настасич опкакится, то мы все-таки выпустим Сане, я думаю. Ну а так, состав у нас самый основной, самый боевой, самый стартовый. Поэтому поехали. Честно, друзья, скажу я вам, у меня впервые вот такие большие проблемы с игрой команды, которые зависят от схемы, которой мы играем. То есть я всегда играл такими дефолтными схемами, которые нам по умолчанию давало FIFA или P, зависимости от того, во что я играю. И как-то проблем с этим было меньше. Но может только в Нью-Касли, в Корее, в PS 2020 были проблемы. Но там уж состав, не сыграть и так далее были. Вот такая турнирная таблица пока. Лейпциг идут третьими. Великолепный баннер растянули. Болельщики Лейпцига нам показывают сила против силы. То есть, я так понимаю, одна из самых непропускающих команд Лейпциг, у которых всего 22 мяча пропущено, против самой забивающей бонус Лиги. И это мы, кстати, идущие на 10-м месте. Но это мы. 71 забитый мяч у нас. Надеемся, что мы еще ворота Петра Гулыча сегодня как минимум раз забьем. Если нам этого до победы, конечно же, хватит. Ой, передача! И мы пропускаем первым же ударом в матче. Седьмая минута. Лейпциг выходит вперед. 1-0. Боррэ забивается. С передачи Векхорста. Векхорста сегодня надо держать двумя руками и ногами. Потому что, извините меня, но Векхорст на втором этаже невероятно опасен. А здесь он передачу по низу выдал. Тоже классно. И Боррэ спокойненько в ближний угол прошивает Ромоу. И забивает свой пятый гол в бонус Лиге. 1-0. Передача. Удар поворотом на месте Рону. Передача. Боррэ. Удар. 2-0. Что происходит? Лейпциг реализует все, что они имеют. Ну почти, ладно. У них было три удара и два из них... Забитые мечи как бы. Ну и, конечно, выдвинулся сильно Настасич. На Боррэ. И в итоге в эту свободную зону, в эту огромную дырень пошла передача. И Рафаэль Сантос Боррэ оформляет дубль за первые полтайма. Векхорст улетает. Ой, кажется, зря я поставил сегодня Настасича. Я, конечно, не скажу, что все мечи это... Его привоз, но... Оборона сегодня наша просто кошмар. Ну смотрите, абсолютно один Векхорст. И спокойно прошивает ближний. Да. Ну вот, один с мячей Векхорст наколотил уже за сезон. 3-0 к 28-й минуте. Шальки, проснитесь! Я не знаю, это либо я не проснулся, либо я не разнялся. Какого черта творится-то? 3-0 за полчаса. Это много. При всех наших проблемах это много. Даже от Лейпцига. Которые там за чемпионство будут бороться. Ой, хороший пас Маскарел. Он один абсолютно. Маскарел надо забивать сейчас. Он мажет. Причем бежал, 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 бежал. Казалось, бей с левой. Нет, он переложил мяч под праву и... Свалился просто мяч с ноги. Ой, по наш мать! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. 4-0. К перерыву горим. Хэтрик Борэм. И вот это уже прямая ошибка Мустафи. Он принял мяч на грудь, развернулся и тут же... Его встретил Борэ, который очень технично отнял у него мяч. И вколотил его в наши ворота. Ужас. Ужас! 4-0! Когда последний раз мы с таким счетом горели? Ладно, горели, может, совсем недавно. Но... К перерыву. 4-0. Немноговато лишь Альке. Еще и пенальти на ровном месте. Вильям привозит. Вот в такие моменты понимают, что оборона наша просто днище. Но он здесь схватил аккуратненько. Так я не скажу, что там прям совсем что-то плохое было. Он аккуратненько просто прихватил за футболку игрока Лейпцига. И тот просто подскользнулся. Из-за этой внезапной остановки он просто подскользнулся на мухом газоне. Векхорсту мячам. Ну и даже это он забивает. 5-0. Да. Будет очень плохо, если этот матч задаться настроение всей сегодняшней серии. Это будет чертовски плохо. Потому что... Как мы теперь играть будем? Это сильнейший психологический удар по нам. Но спасибо у нас впереди, по идее, матчи сборных. Маленький перерыв и знакомство с англичанами. 12-й гол векхорсту в чемпионате. И да. Что-то совсем уж безрадостно мы уходим на перерыв сборных. Заброс на векхорста без офсайда. Мустафи где-то очень далеко позади. Это 6-0. Последний раз мы с Трукат Баварипом пропускали. 6-0. Кошмар. Заброс и Мустафи здесь просто остановился. Я не знаю, что нам делать. 6-0. Какой кошмар. Одно радует. Это все произошло на выезде. На стадионе Лейпцигом. Они у нас дома на офшальке. Вот сейчас же ходят новости, что вот после того, как шальки вылетели во 2-ю Бундеслигу, фанаты там чуть ли не в них камнями кидали, еще что-то такое. Короче, игрокам и тренерскому штабу бегством пришлось спасаться. Передача. Хван. И он сегодня забивает, выйдем, замену. 7-0. Ну, я просто уже комментариев нет. У нас стройная замена, но это нам уже, естественно, не поможет. Я не знаю, на что мы можем рассчитывать в этом матче. Ну, ближайший цель, наверное, не пропустить восьмой. А так у нас вообще вышел Хунталар вместо Пассиенции. Вышел Салив Санэ вместо Анастасича. И вышел Эмрэмор вместо Вомангетуки. Как легко он заходит. Пас назад. Оскар. Удар на месте Рону. Там перед ним куча была просто слеплена из пятерых-семерых игроков Лейпциг и Шальки вместе. Подача Нкун-Кун. Удар. 8-0. Это Хван. Глупейший отскок. И Хван ухитряется пробить. Все летит сегодня в наши ворота. Абсолютно все. А Барона, начиная, наверное, со второго тайма, уже просто доклая. Она уже... У нее сил просто нет. Уже они бежать ни за кем не могут. Ну, официально это наше самое крупное поражение в истории, наверное, всех карьер. 8-0. В пору бы тут расплакаться, но это не финал Лиги Чемпионов, которую мы слили с таким счетом. Это просто обычный матч чемпионата. Какой кошмар. 8-0. Просто, чтобы вы понимали, кроме удара Маскарелла мы не создали ничего. Лейпциг, у них было 12 ударов, 9 в створ. То есть у них почти все залетело, кроме одного сейва Ронова. Как тут играть, я просто не представляю. Но давайте мы постараемся отвлечь от всего этого, забыть все это и настроиться на сборную Англии, которую мы взялись возглавлять. У нас тут отбор на Чемпионат Мира уже выходит на финишную прямую. Сейчас будет сыграно, наверное, два матча, да? И потом впереди осенью мы закроем этот отбор. Давайте познакомимся с командой. Схема 5-3-2. Точнее даже 5-2-3, наоборот, скажем. 5-2-3. Пикфорд, меняем сразу на Пупа. Чилл, Стоун, Смагуайр, Гонный Стрэнт, Александр, Арнольд, Фоден, Хендерсон, Стерлин, Кейн и Санчо. Вот так у нас, скажем, будут играть Хендерсон и Фоден. Немножечко форма не та будет. А так, в принципе, я думаю, вот такой стартовый состав будет самым оптимальным. Все равно у нас центральных полузащитников нет, чтобы вместо Фодена выйти кому-нибудь. Попробуем сыграть так, с такой схемой. Если вдруг что-то не получится, будем менять ее. А у нас матч против сборной Румынии, которая тут сейчас в группе четвертой. У нас 14 очков, у них 7. Ну и поехали. Я очень надеюсь, что оборона сборной Англии не такая дырявая, как оборона Шальки. И надеюсь, что нападение у нас сегодня будет тащить. Потому что Стерлинг, Санчо, Кейн это очень мощная связка. Сами понимаете, сами видели. Чисто хотя бы по рейтингу, как это все выглядит. Ну и... Просто игроки обладают великолепными качествами. Кейн может забивать все, что угодно. Навесом на него грузи постоянно. Стерлинг бегать может как не в себе. Ну, кстати, таблица. 14 очков у нас. 12 у шведов. 7 у турков, румынов и финнов. И 4 у венгров. То есть, все очень плотно. И еще ни у кого шансы на... Вторую путевку на чемпионат мира еще не потеряны. Чиллвелл хороший перехват. Передача. Гарри Кейн. Обратно. Чиллвелл. Удар справой ноги. Пушка страшная в ближний угол. На месте голкипер сборной Румынии. Фоден. Ух ты. Какой выстрел. Но это мимо, к сожалению. Перерыв. 0-0 пока. Румыния, Англия. Ну, кстати, хочу вам сказать по движению. После дохлого шальки англичане великолепны. То есть, быстрые, шустрые, ловкие. Хорошо управляются, двигаются и так далее. В параллельных встречах Турция и Финляндия пока 1-1. И Швеция и Венгрия по нулям. То есть, пока все команды играют в ничью. Ой, какая передача прошла. Удар в ближний. Мимо. Какой пас. Стерлинг. Убрал под правую. Удар в дальний. 1-0. Первый гол сборной Англии под нашим руководством. Забивает Рахим Стерлинг на 69-й минуте. Я уж хотел его начать ругать. Мол, бей с левой. Че ты хуй, господи. Кейн блестящий пас выдал. Прекрасно зная о главном достоинстве Стерлинга. Это его сумасшедшей скорости. Вот здесь его хотел уже начать ругать. Думаю, зачем ты переложил мяч под правую. И тебя могут сейчас спокойно заблокировать. Но нет. Не успели сблокировать этот выстрел. И... 0-1. Рахим Стерлинг. Четвертый гол на этой квалификации. Кейн великолепный разворот. Удар в дальний угол. На месте голкипер. Ну что, друзья. Я вас поздравляю. Мы врываемся в очень такой непростой период для сборной Англии. Непростой в плане того, что надо отбираться на чемпионат мира. И тут идут финальные матчи чемпионата мира. И мы сразу же в первом же матче под нашим руководством обыграем сборную Румынии со счетом 1-0. Турция со сборной Финляндии сыграла 2-2. А сборная Венгрии, спасибо им за это, обыграла сборную Швеции 1-0. И вот теперь расхват нас вот такой. Англия 17. Очков Швеция 12. Турция, Финляндия по 8. Румыния с Венгрией по 6. Немножечко возвращаясь им в шальки. Меркануас хотят забрать. Аренда с правом выкупа. Я чисто случайно нажал начать переговоры. И сам пошел переговорил. Захотел аренду без права выкупа, но Стява и Бухарец не согласились на это. Опять все-таки уже Меркана. И теперь это ЧФР хотят его взять. Давайте вот так сделаем. То есть где-то его за 700-800 тысяч продадим. Аренда с правом выкупа. Ну и последний матч сегодняшней серии. Это будет матч против сборной Финляндии. Которые идут сейчас с пятыми в отборе. У них тоже схема с пятью центральными защитниками. Точнее просто с пятью защитниками. С тремя центральными. Но только у них немножко количество нападающих полузащитников изменено. Давайте я хочу состав немножко посмотреть полностью. Как бы на прочность и так далее. Поэтому мы сегодня Люкашоу выпустим. Мы сегодня выпустим Вокера. Рэшфорда. Даже не побоюсь выпустить Джимми Варди сегодня. Так. Давайте Дайер что ли. Вместо... Ну например Стоунза. Вместо Фодена Мэдисона. Ну и... Давайте Стерлинга все-таки выпустим только на правый фланг. Давайте вот так мы сделаем сегодня. Стерлинг будет бегать справа. У Стерлинга конечно микроконтроль. Это что-то с чем-то. Смотрите какой сейчас великолепный вид. Нам показали на Уэмбли. Величайший легендарнейший Уэмбли. Домашний стадион сборной Англии. Мы еще много будем смотреть матчи на этом стадионе. Англия, Финляндия. Все наши основные игроки, которые играли в прошлой встрече, но не выйдут сегодня. Они в запасе. Так что если вдруг что. Они могут выйти и помочь. Ну вот шведы сыграли свой матч. Они выиграли у них 15 очков. Мы имеем право на ошибку спокойно. Даже если мы проиграем 2 очка запаса у нас еще будет. Поэтому я решил немножко поэкспериментировать с составом. И посмотреть тех игроков, которых мы не видели в предыдущем матче. Так сказать посмотреть на что в общем резервы сборной Англии способны. Хороший пас. Джордан Хендерсон. Удар в дальний угол. Ну получилось где-то по центру. Мяч свалился с ноги и полетел выше ворот. Ой хороший пас. Стерлинг. Удар в дальний. На мяте Храдецкий. Ну вот опять. Вот такие разгрыдающие передачи на Стерлинга. Это будет им бой по идее. Потому что у Стерлинга просто сумасшедшая скорость. Подача джорона Хендерсона. Удар головой Эрика Дайера на месте Храдецким. Решфорд. Фрезай в центр. Джейми Варди в одно касание. Ой. Мимо. Я просто боялся, что пока он примет мяч, он притормозится. И его сзади просто захавывают. И передача. Здорово. Джейми Варди. Варди. Даже вот так. Сумасшедшая атака и на месте Храдецкий. Подача джорона Хендерсона. Храдецкий кулаками мяч выносит. Угловой сборной Финляндии. 35-я минута. Подача. Ник Полп кулаками выносит мяч за лицевую. Стерлинг полетел. Полетел Рахимушка. Полетел родной. Там Решфорд на дальней штанге. Решфорд. Принял мяч. Удар. Ух ты. Очень здорово, но на месте Храдецкий. Варди. Здорово потолкался забивать Джейми. Но Храдецкий пока не пробиваем. Хорошая подача. Храдецкий кулаками выносит. Дальний выстрел от Мэдисона. Это тоже Храдецкий в руки забирает. Хендерсон. Джо Гомес. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. И Полп на месте. Хорош. И сразу Пасик во фланг. Рахиму Стерлингу. А тот вырезает на Джейми Варди. Джейми принимает передачу Решфорду. 1-0. Не было офсайда у Решфорда. Да. Не, я надеялся, Джейми сейчас сам будет бить. Либо в одно касание, либо здесь он будет бить. Но он решил откатить налево на Решфорда. Ну, у того зато пустые ворота были. Хоть угол был остренький, но перед ним были практически пустые ворота. 1-0. Маркус Решфорд. 65-я минута. И опять у нас мы забиваем гол где-то... Ну, где-то вот после часа игры. Скажем так. Стерлинг в центре Варди. Пас ему. Джейми. Надо расписываться и ставить точку. 2-0 сборная Англии. Джейми Варди. Голевой передачи записывает и гол. 2-0. Ну, слушайте. Эта связка даже работает лучше, чем... Стерлинг, Кейн и Санчо. Да? Потому что эти на троих сообразили два мяча. Те сообразили лишь один. 2-0. Все. Победа от нас уже точно никуда не уйдет. Джейми Варди. Второй гол на квалификации. И 2-0. Есть убедительная победа на сборной Финляндии. Со счетом 2-0. Смотрите. Эмель Блом, в общем, 18 лет. 56-30. Центральный полузащитник. Он хочет уйти. Потому что, как бы, он уже слишком взросленький у нас такой. Но, в принципе, потенциал 80-86. Это немножко не то, что надо. Поэтому мы спокойно с ним распрощаемся. Пусть он уходит в свободное плавание. Ну, и, в общем-то, я думаю, на сегодня тогда все. Не звать, конечно, поставить лайк. Подписаться на канал. Нажать на колокольчик. Посмотрим, что-то у нас будет в шарке, которые 8-0 после снимать слили. И надеемся, что мы после этого всего оправимся. С вами был, как всегда, Мигу. Увидимся. Всем до скорого. Всем пока.